Всем привет, с вами Аурум. Сегодня в этом видео мы обсудим с вами две темы. Первая, буквально такая вот конкретная, это пасхалка от компании Supercell, как мне кажется. А вторая, более абстрактная тема, и касается она, в частности, компании Supercell, как она относится к фан-контенту и прочее. То есть еще раз поднимем эту тему, я много-много раз ее поднимаю, но, собственно, вот сегодня более так конкретненько пройдемся. Итак, первая, пасхалочка от компании Supercell. Где-то приблизительно год назад, по-моему, даже я снимал об этом видео, но, честно, не смог найти у себя на канале этот видос. Был у меня видос о трех мостах в игре Clash Royale. Я помню, что дизайнер мне рисовал картиночку с третьим мостом для превью, ну, похожую картинку на ту, которую вы видите сейчас на превью, ну, видели. Вот, так дело все в том, что, ну, блин, я не знаю, может, меня страйканули именно за этот видос. Короче говоря, я не помню, разбираться сейчас не будем, но год назад была шумиха на тему того, что в файлах игры вроде бы нашли такую штуку, как тест разработчиков с картой, и что должен был вроде быть мост третий. Потом это все, как видим, переросло вообще без мостов, да, то есть у нас появился тачдаун, там вообще абсолютно никаких мостов нет, и, в принципе, на этом эпопея с третьим мостом и закончилась. То есть мне показалось, как и многим другим, что этот третий мост был, в принципе, прототипом для игры тачдаун, где просто реку убрали нахер. Поэтому как-то все вроде и успокоились. Но тут, не поверите, выходит очередной мультик от Клэша Рамы. И, ребят, сначала этот мультик вышел на официальном канале Клэш Рояля, потом вроде бы его удалили. Ну, то есть это произошло несколько дней назад. На данный момент я даже не знаю, где он еще есть, но мой хитрый и шустрый администратор Александр Румянцев группы Аурум ТВ, он, конечно же, сразу скачал этот мувик и загрузил в группу Аурум ТВ. Ссылку, кстати говоря, на сам мультик я вам оставлю. Показать его не могу, потому что меня по-любому страйканут за авторское право. Да и еще, возможно, предъявят, что это я палю пасхалки. Но на то они и пасхалки. Так вот, дело все в том, что этот мультик посвящен какой-то такой рождественской теме. Он такой весь снежный, типа новогодний. И там речь идет о том, что они вроде елку должны выбрать. И происходит у них кипиш, кипиш, кипиш. И в итоге мы видим, что появляется третий мост. Третий деревянный мост. И два короля, обсуждая этот мост, говорят, что, блин, так же намного круче можно херячиться и намного быстрее. Давайте же махаться. И мы видим много ракурсов. Ну, в этом мультике можно заметить много ракурсов, где виден этот третий мост. То есть, плюс, в конце написано, что второй сезон Клэш-Арамы уже скоро. То есть, еще раз, сколько раз я то есть сказал, я даже не знаю. Чтобы вы понимали, Клэш-Арама не является продуктом Суперселла. То есть, эти все мульты, они никак не связаны с Суперселлом. Ну, кроме того, что это игра Суперселла. А так, этот мультик делает команда людей, которые, ну, просто ради фана это все, в общем-то, производят. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что, типа, Вах, это пасхалка от Суперселл. Но, с другой стороны, есть моменты, что Суперселл за последний год вот всячески поддерживает Клэш-Араму. Я неоднократно замечал, что мультики Клэш-Арамы публикуются в Фейсбуке, в Твиттере, но этим, в общем-то, никого не удивить, да. То есть, официальных ютуберов тоже частенько так вот, в общем-то, поощряют и публикуют их на официальных ресурсах Суперселлы. Но, то, что Клэш-Араму периодически загружают на официальный канал, вот это действительно очень круто. И так делают не с любым контентом. Поэтому этот видос тоже, как бы, появился изначально на официальном канале Клэш-Рояля. Потом, конечно же, был вроде бы удален. Сейчас он есть или нет, я, правда, не знаю. Но сам факт, что, блин, Третий Мост и еще, 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 самое важное, самое важное, к чему это? Я с полной уверенностью могу сказать, что обновление будет в декабре месяце. Я не могу больше ничего рассказывать, то есть, у меня есть определенная информация, но, к сожалению, и мы об этом сейчас еще будем разговаривать, но, к сожалению, я не могу вам рассказать ничего более подробное. То есть, в декабре будет какая-то обнова. И, в общем-то, ну, если нам показывают в Клэш-Араме, что обнова должна быть примерно вот такой, с Третьим Мостом, то мы увидим еще один новый режим. Крутой он будет или нет? Ну, в общем-то, будем судить после того, как введут это обновление. Будет или нет Третий Мост? Пишите в комментариях, как вы думаете, в будущем обновлении в декабре введут ли Третий Мост? Или это просто какая-то херня? Может, нас Клэш-Арама решили запутать такой вот темой? Что это и как это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Касательно компании Supercell. Ребят, как вы знаете, у меня скоро сходочка будет, турнирчик, три года канала, буквально в эту субботу, 9 декабря. Кстати говоря, все приходите на стрим. Стрим начнется где-то в 12.30 по Киеву, час 30 МСК, возможно, в 2 МСК. Ну, в общем, приходите все на стримы. Дело все в том, что я хочу попросить компании Supercell где-нибудь, как-нибудь пропиарить это мероприятие. И вот посмотрим, как они отреагируют на это. Связь с администрацией, то есть связь с представителями разработчиков у меня есть. Я вам признаюсь честно, не знаю, говорил об этом, не говорил, но сейчас вот признаюсь и раскрою некоторые карты, некоторые секреты, за которые, надеюсь, мне по жопе не надают. Суть какая? В свое время ко мне обратились разработчики, указали на мои какие-то определенные ошибки и сказали, что могут пригласить меня в так называемый NDA клуб. Это клуб, в общем-то, чуваков, которые подписали договор о неразглашении. Доступа к сервакам Supercell они не имеют. Официальными ютуберами они не являются, но они находятся в таком вот комьюнити. И плюс имеют постоянную связь с разработчиками. На все вопросы всевозможные разрабам задать я не могу, но какие-то полезные вещи для себя выясняю. Еще очень важно, я не могу палить то, что происходит там в чате. То, о чем я общаюсь с разработчиками, палить не могу. Поэтому, именно поэтому не могу рассказать вам многих вещей. Но то, что, скорее всего, точно могу рассказать, это то, что у этих ютуберов, которые там находятся, у них есть много ограничений. К примеру, нам запрещено теперь палить любые сникпики. То есть, я палю только явные. То есть, это Clash Arama. Clash Arama поддерживается Supercell, поэтому, почему нет, я могу спокойно палить, что там показали. В этом мультике показали три моста. А уже я додумал, что, возможно, так как это связано с Supercell, эти три моста будут в будущем. То есть, понимаете? И плюс, например, вот последний стрим, который был у компании Supercell, CCJS Финал, нам, мне запретили его стримить. Вообще, всем запретили его стримить. То есть, каждый, всех ютуберов сказали выждать минимум неделю после этого финала. И только потом публиковать какие-либо видеоматериалы или ретрансляции стрима. То есть, ретранслировать нельзя было. Но только ленивый не транслировал по всему миру ютубер. Ну, короче, в общем, все ютуберы, которые не входят в этот особый чат и не имеют эту особую связь с разработчиками, все могли это ретранслировать, потому что им никто же не запретил. Это бред собачий. Я вообще не понимаю, зачем я там нахер нахожусь. То есть, ничего палить мне, раз, нельзя. Доступа к серваку я, два, не имею. Разработчики только запрещают, но никаких бонусов, по сути, не дают. Что я там делаю, я не знаю. Поэтому я сейчас хотел бы заспойлерить, что я откажусь. Я вообще мечтал, конечно, стать официальным ютубером когда-нибудь. Хотя мне это сейчас уже и нахер не надо. Если честно, положа руку на сердце, мне это вообще не нужно. Но в то же время, конечно же, хотелось получить доступ к серваку. Хотелось бы получить ранний доступ к обновлению, чтобы, вот как все нормальные белые люди, именно англоязычные ютуберы, чтобы показывать самым-самым первым в мире, какое будет там у нас обновление. Конечно же, это все хотелось. Но я чувствую, что этого не дождусь. И вот последний мой шаг будет, я объясню разработчикам, буквально после записи этого видео сразу буду писать, что, типа, мол, ребят, я просто хочу вас, как бы я... В чем смысл? Я хочу, чтобы вы в курсе об этом знали. И не удивлялись, если что-то пойдет не так с моим каналом. А я хочу написать разработчикам, что, типа, ребят, у меня вот такое мероприятие. Все организовываем на довольно таком серьезном уровне. Ну, на том максимальном уровне, на котором я сейчас имею возможность это организовать. Поэтому давайте хотя бы поддержите просто, вот, можно было бы где-нибудь ссылочку опубликовать, там, все дела. То есть это даже не реклама для меня, да? То есть, ну, мне, по сути, уже и не нужна реклама среди роялистов. И так обо мне все знают. Ну, так или иначе, согласитесь. Это хотя бы какая-то дань уважения. То есть, если русскоязычное сообщество всегда ни в хер не ставят, то здесь хотя бы хотелось... Ну, им же не сложно, правда? Тем более, это тематическое мероприятие. Я таким образом пропагандирую игру Clash Royale, очевидно же, да? Поэтому хотелось бы иметь какую-то поддержку. И вот посмотрим, если разработчики мне откажут, я выйду с... Ну, то есть, я выйду с этого NDA Club'а. И, ну, как бы, последствия не знаю, какие будут. То есть, никто до меня таким, блядь, дерзким не был, который, типа, его пригласили разработчики в конфу, грубо говоря, там, где все ютуберы и разработчики, а он такой, типа, а я не хочу, носом кручу и выхожу. Но мне правда, кроме ограничений, я никаких, никакого профита от этого не получаю, да и вам не могу разные интересности рассказывать, потому что подписал договор. Вот такая вот история. Выговорился. Спасибо, что вы меня послушали. Напоминаю, что... Точнее, давайте еще вспомним, что было в этом видео. Три моста. Пишите, как вы думаете, это фейк от разработчиков, либо это пасхалка от разработчиков, будет ли это в будущем обновлении или нет. И второй момент. Напоминаю, что стримчанский в субботу в 2 часа приблизительно MSK. Так что приходите. Думаю, вам всем понравится. Надеюсь, будет динамично. Ну и плюс я еще, скорее всего, буду выходить на сцену перед 100 человеками, выступать, и меня там просто, не знаю... В общем, возможно, Aurum даже опозорится прямо во время стрима, в прямой трансляции. Так что вам точно это понравится. С вами был Aurum. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, ребят.